Ну вот 9-й микрорайон, вот здесь происходило, я сегодня сорвала крышу. В основном проблемные у нас, ну сейчас очистки и улицы ведутся, вот проспект Металлургов, проспект Комсомольский, Степана Разина, здесь есть АЗС, северная пространция, вот она сейчас горит там. Начальник управления ПЧС Арман Алпызбаев показывает районы, где в Темиртау случились ЧП. На этой карте весь город. Говорит, что такого ажиотажа не было уже давно. Сейчас в частности происходит горение трансформатора по проспекту Республики, который питает часть соцгорода. Ведутся работы по тушению. Проблемы есть определенные с нехваткой воды, с сильным ветром. На тушение трансформатора задействовано 6 автоцистерн и порядка 40 человек личного состава. Его кабинет превратился в штаб координации по устранению последствий непогоды. Телефоны в кабинете не смолкают. С каждым звонком новое сообщение. В общем, сбор личного состава объявляйте. А сам у нас все в расчете. Надо вводить в расчет ДТП какое-то массовое возле моста. Он дает распоряжение с самого утра. Диспетчер по телефону раздает рекомендации. Вот сообщение о том, что в октаву в снежном заносе застрял автобус, который вез рабочих на рудник Нурказган. Срочно нужна эвакуация. В автобусе замерзают 15 человек. А нам говорили, что полгрузчик отправили. Должен забрать? Ну, так до сих пор не забраны люди, да? Сегодня автомобильные заторы по всему городу. В условиях нулевой видимости водители не справляются с управлением. Ураганный ветер срывает билборды и рушит конструкции балконов. В пятиэтажном доме 77 в 9 микрорайоне сорвало кровлю. Площадь повреждения – тысячи квадратных метров. Восстанавливать будут только после того, как утихнет ветер. В школах города отменены занятия. Учеников первой смены в экстренном порядке распустили по домам. Тимиртаусов предупреждают не выезжать за пределы города. Трассы междугороднего движения перекрыты. На дорогах дежурят спасатели. По области объявлено штормовое предупреждение. По данным ЧАЭС, в городе в первой половине дня произошел целый ряд ЧП. Итоги разрушений и нанесенный непогодой ущерб озвучат завтра. К восстановительным работам приступят только после того, как утихнет ураган. Анжелика Волкович, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау. Субтитры создавал DimaTorzok